Всем привет, с вами я, Ксения Кулицова, и сегодня я снимаю ваше самое, наверное, любимое видео после миссии невыполнимой, конечно. Вопрос-ответ. В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете мне в беседе. И если вы до сих пор еще не задали свой вопрос, который у вас давно уже вертится в голове, то переходите по ссылке в описании и задавайте мне вопрос в моей беседе в группе ВКонтакте. И не забывайте в нее вступать. Кстати, у нас на канале уже скоро 700, так что первые 5 вопросов задает Лиза Яковлева. Она спрашивает, сколько у тебя медалей? Лиза, я уже отвечала на подобный вопрос, я отвечала, сколько у меня наград, но прямо сейчас я могу пересчитать все эти медали, раз ты так хочешь. На данный момент у меня 102 медали. Так, следующий вопрос. Лиза просит показать ей первую грамоту. Вот эта грамота самая моя первая. Это первое место на высоте 60 сантиметров на Оскаре. А, даже 50 сантиметров. Это был февраль 2010 года. Я заняла первую... Я на первых своих... Я на первых своих соревнованиях заняла первое место. И я так радовалась тогда, что даже отмерзшие руки не могли испортить мне радость. Следующий вопрос. Расскажи о самом-самом-самом-самом-самом-самом первом своем занятии конным спортом. Я его не помню. Простите, но я не запомнил... Я по темному-то вообще почти ничего не помню. Я помню только так общую картину. То, что мы ездили на пони. То, что нам было вообще зашибись как классно. Я помню свой первый прыжок. Это был прыжок на пони по кличке Шоколад через штакетник. И как-то так. Но я особо не помню свое первое занятие. У меня такое ощущение, что я всю жизнь там занимаюсь. Оцени умения каждой твоей лошади по 10-бальной шкале по отношению к тому, чего ты от них добиваешься. От эластика я хочу добиться... Даже не то, что добиться. Эластик как конкурист пока идет на баллов на 6. Как конь, который по мягким методам обучается, он, наверное, на пятерку. Потому что он ездит на сайт-пуле только. Ну и трюки какие-то умеет. Но это я не считаю мягкими методами. Это просто как общее развитие лошади. На трюки, конечно, он на девятку, наверное, где-то. Потому что он их знает много, но не до конца все. Оскар как конкурист, конечно, это десятка. Это безусловно десятка. Потому что это такой конкурный лошадь вы не найдете нигде. Потому что у него нет техники. У него нет никаких способностей. Он прыгает за счет своего характера. За счет того, что он хочет прыгать. Ему прям нравится. Он тащится от этого. Он старается быть лучше всех. Лучше других. И прям выкладывается по полной, когда прыгает. То по мягким методам он преуспел. Он шагает на кордео. И, наверное, у него тоже девятка. Да. Хубей конкуристка, конечно, от бога. Но она еще немножко такая диковатая. И поэтому, мне кажется, семерка. Потому что ей не хватает еще вот этой вот стабильности. Она слишком колеблется вот так вот вся. Сколько лет ты занимаешься конным спортом? Я вас прошу не задавать одни и те же вопросы. Но я отвечу, что я занимаюсь с четырех лет. Вика Милиневская спрашивает. Нравятся ли мне ганноверы? Ну, я даже не знаю. Следующий вопрос опять от Лизы Яковлевой. Она просит дать ей немного своей биографии. Она планирует написать мини-книжку записки всадницы. Не против, если сделаю геронию похожей на тебя? Я не против. Пишите обо мне книги. Я родилась в городе Рыбинске 1 августа 2000 года. Все родители были связаны с лошадьми так или иначе. На данный момент у меня три лошади. Я не знаю, какую еще нужно биографию дать. Дальше два вопроса от Полины Добронравской. Любимая фирма шматья для КС. Я не шарю в фирмах, но мне больше всего нравятся вальтрапы, шиты на заказ, которые я могу заказать, какие захочу. Какой совет ты можешь дать начинающим садникам? Не ссать и быть мужиком. Следующий вопрос от Дарьи Пилевиной. Чего боится Тина? Тина боится лошадей и собак. Если вы еще не задали свой вопрос, причем я прошу задать вопросы вообще любые, какие вам нравятся, не обязательно про лошадей, про собак, я не знаю, какие вам угодно, вот прям ссылка в описании, поэтому задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. С вами была я, Ксения Куизова. Я вас очень сильно люблю, подписывайтесь на мой канал. Так что всем пока!